Cinematic WoW Dragonflight один из лучших синематиков WoW за очень долгое время. И сейчас я объясню почему. С вами Олег Усов, преподаватель по 3D анимации и поехали. Дело все в том, что в игровом коммунити считаются WoW-синематики просто одними из вершин искусства. И в принципе это так и есть, они просто великолепные. Но как правило, вот до этого синематика там не разворачивалась никакая история. Как правило, это были просто эпические какие-то боевые сцены, либо отсылки к каким-то старым персонажам. Но здесь же все по-другому. Здесь нет старых персонажей, здесь нету какой-то супер батальной сцены, разве что там концовочка. Но здесь по сути рассказывается такая микро история одного персонажа. И этим же этот синематик мне и понравился. Давайте все-таки посмотрим, вы уже напишете, согласны вы со мной или нет. Я не любитель закадрового голоса, и мне кажется, это действительно таким, знаете, слабым приемом. Он считается слабым приемом в кинематографе. В этом конкретно синематике этот закадровый голос говорит вообще ноль полезной инфы, просто ноль. Он по факту объясняет то, что происходит на самом синематике. Зачем это было сделано, я не понимаю, но они хотя бы его убирают в нужный момент. Давайте дойдем до этого момента. Мы предупреждаем нашу родственную 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 кладку к вам, watchers. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть у нас получается 1926 конец и 1853 начала, то есть там в районе, сколько там, не знаю, 70 кадров. 70 кадров просто на опускание головы, грубо говоря. Это сильно. Смотрите, здесь у нас все равно, хоть у нас и не так много задействовано частей тела в этом движении, все равно мы видим, что голова и шея у нас двигаются по одному спейсингу, а глаза двигаются совершенно по-другому. Вот видите, да, то есть глазки, они немножко по-другому работают. Отлично, это то, что мы и хотим. Причем вдобавок здесь отчетливо видно, что глаза, они не просто у них другой спейсинг, они не просто сдвинутый там типа оффсет какой-то, да, глаза работают, именно работают по-другому. Опускание головы делается с такими ступенечками, вот хоп-хоп, вот остановился, и кадр, вот она спускается, 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 и вот я нажимаю кадр, видите, она затормозилась, затормозилась, но здесь нету остановки. Если мы будем это все покадрово рассматривать, движение, движение, маленькое, доезжание, смотрите, какое доезжание всего остального лица, опять остановка. У них, скорее всего, графики выглядели каким-то вот таким вот образом, то есть это все равно были некоторые ступенечки, но они, понятное дело, были такие сглаженные. Ну, в общем, очень интересные решения, очень интересные персонажи сами по себе, то есть, видите, также я хотел бы заметить, что крайне это все меленько видно, даже можно подумать, что он полностью устанавливается, на самом деле это не так. И можно подумать, что у него работает только шея и голова, на самом деле нет, корпус тоже работает, да, если приглядеться, то мы видим, что он тоже немножечко наклоняется вот в эту сторону. Тоже нам говорит о том, что у нас никогда не происходит изолированных движений, у нас everything connected, и мы не можем изолированно двигать там только головой, и при этом все остальное у нас никак не задействоваться. Продолжение следует... 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 не дожил до сегодняшних дней, и он понимает, что все зависит уже чисто только от него. Он включает механизм, понимает, что механизм сломался, и, по сути, у него нет выбора. То есть у него есть одна цель, он там смотрящий за этим маяком, и у него есть одна цель, это включить этот маяк. И вот этот момент как раз-таки отвечает за его решимость, решимость выполнить свою цель, свою миссию. Он, не жалея себя, опять-таки мы видим, что вот у него рука вот здесь вот разрушается, он поднимается наверх этой башни и, собственно, ручно смыкает, запускает тем самым весь механизм. Вот здесь нам прям показывают камеры из его глаз, что он выполнил миссию, что все нормально, маяк включился, небо стало голубым, и все хорошо. То есть у него была цель, он к ней пришел, и он готов умереть за нее. Это маленькая история персонажа, которая вообще это каменная глыба, да, то есть тут мы его не знаем, мы его видим первый раз вообще в жизни. И при этом все равно эта история, она трогает, потому что он готов отдать жизнь, но при этом выполнить свою миссию. Вот это как раз и круто. Но современный World of Warcraft не был World of Warcraft'ом. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Даже вот вы знаете, рассмотрев вот этот конец, ну вот показывают нам этих летающих драконов суперанимация, какие-то трюки, очень много вот там на заднем плане летают, раскопированные, наверное. Можем даже вот эту концовочку посмотреть, что у нас тут. Ну да, через нижнюю арочку мы вот так вот, получается. Вот видите, да, как она через нижнюю арочку вот так вот наверх рычит. Она уже рычит какое-то время, крылышки раскрываются. Анимация супер, но понимаете в чем дело, что этих персонажей не было в этом синематике, их знают только люди, которые, ну, в теме лора игры, это все понятно. И вот эта сцена с крутой анимацией, она на самом деле сильно проигрывает вот той сцене с человечком, где минимум было анимации, но при этом сам сюжет этого чувачка, он трогает до глубины души. Супер анимация каких-то картонных персонажей, которых мы даже не знаем, она сразу проигрывает. То есть ее сразу неинтересно смотреть. Если бы мы подали этих героев, если бы нам тоже показали, что они из себя представляют как персонажи, то это бы и сыграло тоже по-другому. То есть благодаря рассказанной нам истории мы можем говорить о характере вот этого каменного чувачка. Насколько он, в общем-то, каменный, несгибаемый. Тоже здесь видите, какая аналогия происходит. Но при этом вот эти драконы, ну это абсолютно вообще какая-то ерунда. Да, мне кажется, что они как будто бы хотели нам какую-то крутую фишку показать, но по факту без вот предыстории, без вот тоже рассказа о каких-то характерах этих персонажей, эта вся анимация, она сразу невероятно сильно проигрывает. Поэтому мы здесь приходим к очередному выводу, что все-таки анимация, она служит. Она служит истории, если мы говорим про фильм, или она служит геймплеем, например, если мы говорим про игру. Ставить анимацию куда-то вот на пьедестал, наверх, ну, к сожалению, это просто не соответствует действительности. Достаточно забавно наблюдать, как развивается сюжет в World of Warcraft, особенно если ты помнишь сюжет стратегий, если ты за ними следил. Так скажу, что сюжет именно оригинального Warcraft, вот этих вот стратегий, которые были там из 90-х, потом 2000-х, это жуткий вообще фэнтезийный мрачняк. То есть там беспросветная, по сути, темень. Именно что все очень плохо и будет еще хуже, и только вот там какой-то лучик света, лучик надежды, вот он есть. Мрачные события, если в них вдумываться, так скажем. Конечно, на фоне там игры это может выглядеть забавно, там забавные эти зеленые орки, забавные пиончики со своим опять работа. Но если вдумываться в историю, то она очень мрачная. И то, во что это сейчас превращается, превращается это, по сути, в Disney. Я не хочу сказать, что Disney это плохо, но Disney у нас уже есть. Зачем нам второй Disney? Зачем нам Disney 2.0? Тем более в World of Warcraft. Я не совсем это понимаю. Мне, конечно же, больше бы нравился такой более помрачнее сюжет. Но явно они ориентируются на самую большую часть аудитории. И вы знаете, в связи с этим я готов абсолютно бесплатно предоставить Blizzard'ам новое лого их игры. Потому что мне кажется, что это лого больше будет соответствовать направлению движения сюжета в этой игре. Не благодарите, я очень старался. А на этом все. С вами был Олег Усов. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok